Для отведения грунтовых вод в Бердске в этом году построят дренажные колодцы, а работы по реконструкции при вокзальной площади и самого здания вокзала синхронизируют с железнодорожниками. Сегодня губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение своих поручений в спутнике Новосибирска. С подробностями Сергей Толмачев. Город Бердск стоит на воде. Это не только Овское море. И под частным сектором, и под многоэтажками подземные озера, которые геологи называют линзами. Для того, чтобы вода не вышла весной на поверхность, нужно ее отводить. Поэтому строят вот такие колодцы. Сейчас здесь только забор и паспорт объекта. Но как только потеплеет, начнутся подземные работы. В прошлом году губернатор поручил начать строительство гидросооружений. Готовы два, еще два сделают нынешним летом. Принцип действия колодцев прост. Грунтовую воду собирает и откачивают в канализацию. Но чтобы понять, где именно копать, нужно провести дополнительные изыскательские работы. Мы знаем, насколько серьезная ситуация в АБИ. Поэтому для того, чтобы нарабатывать опыт решения такой проблемы, с учетом того, что Берск уже сам инициативу проявил, и определенная информация накоплена, я предлагаю поддержать, помочь с финансированием и эти изыскания в 2019 году провести. Головная боль местных властей – укрепление берегов. Море отнимает у суши по 300 метров в год. Справиться с силами природы – дорогое удовольствие. Областной бюджет выделяет деньги, но нужна и федеральная помощь. Там порядка 5 километров. Конечно, основная задача сделать проекта сметную документацию и желательно войти в федеральную программу. Потому что это огромные деньги, это миллиарды. Невозможно сделать его. Даже то, что сегодня звучало на совещании от министров, простым путем насыпать песка, я думаю, вряд ли это получится точно. Еще одно поручение главы региона выполнят до осени. К сентябрю достроят новый детсад на 600 мест. Рядом школа. Ее ведут в строй через год. Здесь же появится новая дорога с тротуарами и освещением. Это пример комплексной застройки. Это уникальный проект не только по меркам города Бердска. Чтобы отопить школу и детсад, строят котельную, а к ней тянут ветку газопровода, к которому, в свою очередь, будут подключаться жители вон тех домов частного сектора. Это сотни домовладений. Городская больница получила новое здание. С современным ремонтом и оборудованием. Уже работает поликлиника, женская консультация. В этом году пациентов примут стоматологи. Можно было бы и быстрее, но иногда подводят подрядчики, которых можно привлекать только по федеральному закону, 44-му. Его этот закон должны подкорректировать. Это уже поручение президента. Серьезные объемы работ предстоят нам всем по ремонту, по строительству в рамках нацпроектов. И если не поменять 44-й закон и не сформулировать дополнительные требования по квалификации подрядчиков, по качеству выполнения работы, конечно, мы будем каждый раз сталкиваться с этими проблемами. Бердск – одна из основных площадок в проекте «Академгородок-2.0». География диктует условия. Местные предприятия выгодно расположены. Несколько лет назад на электромеханическом заводе делали лапшу. Корпуса сдавали в аренду, а технологичные станки ржавели без работы. Модернизацию вложили 400 миллионов. Сейчас на выходе с конвейера оборудование для ядерных установок. По линии ядерной промышленности проводится во Францию, в Англию поставки. У них поставщики, потребители – это Курчатовский институт в России. То есть именно в ядерной энергетике используется. За один год в городе открыли 44 новых предприятия. А многие из тех, что уже работали, вышли на новый уровень. Фабрика обоев. Ежегодно 10 новых коллекций. Многие разрабатывают местные дизайнеры. А европейцы копируют сибирские принты. Какие-то эффекты вы изобретали? То есть являетесь первооткрывательной? Все. А многие производители за вами уже повторяют? Ну, не то, что они пытаются. Как получится, я не знаю. В программе развития научного центра не только строительство синхротрона, центра генетики или новых заводов, но и проекты инфраструктуры. В декабре в Бердске открыли центр социального обслуживания, а современные спортзалы предлагают самые разные программы. Например, бесплатный абонемент для ветеранов Афганистана. В городе-спутнике Новосибирска уже разработали стратегию исполнения всех 12 президентских нацпроектов. Сергей Толмачев, Константин Менин. Новости ОТС.